Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И учился в Новой Знандии А потом в Америке И уже здесь давно Откуда я? Это тяжело Здесь уже в Средней Азии 20 лет Более 20 лет Поэтому я больше как среднеазиатский человек Чем иностранец Я помню четко Когда мне было 16 Папа спрашивал Чем я хотел заняться В жизни и учиться я хочу хочу ли я или нет и я вообще не я думаю что просто мне скажет куда надо идти что надо делать я не понял тогда на самом деле что у меня есть выбор в жизни поступил в оконском университете факультет международные отношения то есть политические международные отношения начал там потом родители очень хотели чтобы я типа как на родину поехал мне отправлю в америку учиться я приехал как очень многое отсюда приехал в америку как международный студент то есть ничего не знал поступил мне было чуть-чуть денег в кармане учебы общежития закончил девяносто четвертом году тоже международные отношения и политической философии а после того как поженился пожениться мы жили в новой зландии и еще изучал русский язык то есть факультет русского языка филологии в оконском университете в новой зландии как решили открыть кофейню я приехал тогда уже очень давно девяносто четвертом году в ташкент тогда бы очень много которые приезжали и отсюда поехали кудку в европу в америку оттуда и оттуда я как только закончен сет мне было очень интересно здесь поработать год это у нас тоже особенно в новой зландии час нашей культуры после учебы где-то поработать увидеть мир потом человек по идее возвращается домой и устроиться на работе женится и жизнь там а так получается что есть количество или процент который не возвращается я был в ташкенте 1 искал кофе не было кофе честно мне было очень тяжело жить год без кофе тогда уже деваносто четвертом году начал думать все будет хорошо будет очень интересно один прекрасный день открыть кофейню тогда это была просто мечта мне было 22 и очень тяжело было понять как это все делать поэтому идея появилась уже давно приехал я первый раз сюда деваносто шестом году и седном и восьмом на секуле отдыхали и помню что здесь очень прекрасная страна очень открытый народ можно здесь и отдыхать и жить и строить что-то интересное когда мы думали уже 2000 восьмом девятом году куда переехать мы хотели открыть бизнес бешкек всегда был почти на первом месте из-за природы горы а у нас два сына мы хотели чтобы они жили где можно и кататься на лыжах сноубординг кемпинг природа все и тоже язык я уже выучил русский язык жена знает конечно узбекские среднеазиатских языках и русские английские здесь хорошая школа поэтому решили пешки опять если кто-то может мне показать где-то легко я туда перееду здесь на самом деле намного легче я думаю что это миф который очень много местных здесь они думают что здесь все тяжело здесь сложно и коррупции ли что-то на самом деле здесь очень просто надо просто работать и есть проблемы надо решать проблему открыть такой бизнес в америке у нас в новой взландии это тоже очень сложно и риск большой и почему получить все разрешения от правительства от мере это тоже тяжело то везде тяжело а я считаю что здесь не так сложно то есть если понимать что везде тяжело какая разница насколько я помню сиера одна из первых кофейных как принимали первые клиенты хороший вопрос во первых да из мы из первых мы не первые многие думают что и говорят что мы первые нет мы не первые были то у нас люди кофейни были тоже попытки не успешно были тоже успешны но если вы вместе наши зрители думает что было здесь 10 лет назад не только сиера теперь здесь есть очень много заведений разнообразие бичкек который 10 назад просто не было мы считали что это как раз время когда надо было открыть кофейню думаю что все хорошо помнить что был десятком году мы как раз я открыл компанию феврале революции в апреле купил дом в мае ложка событий в июне переехали семьей в июле и жена узбежка я думаю что как раз это самое раз это время когда надо переехать и что-то интересное делать но что очень многое просто покинули страны уехали нет надежды здесь все будет плохо 5 лет назад была революция теперь еще все у нас было другое мнение здесь будет все лучше и лучше будет теперь тоже инвестиции будет новое правительство конечно риск есть но мы были уверены первые клиенты как мы здесь сиерра на монассо вот открыли двери просто чтобы обучать наши сотрудников сразу начали заходить неожиданно что очень-очень много но сейчас спрос был но все боялись это большой риск вкладывает большие деньги открытки денег пока не было сделано как вам удалось организовать поставки кофе интересно когда мы начали не было таможенного союза а мы очень много из китая то есть кофе мы сырье мы здесь обжариваем импортируем сырье обжариваем упакованы продаем кофе сырье через шангай получили после вступления в таможенном союзе мы работаем очень тесно работаем поставщикам в россии в москве которые уже они очень хорошие 25 лет работать в россии или 26 тоже на высшем уровне очень странно даже встречать такие россияне которые любят кофе прямо как будто бы из сиатола или портленда в америке из европы из это не часть традиционной российской культуры который видел это вот очень удивительно но приятно видеть что уже очень много в постсоветском пространство начали понимать кофе ценить очень хорошо говорите на русском языке сколько лет вы здесь живете русский язык очень на самом деле сложный язык для тех которые начинаете не с детства я первый раз начал изучать визе как мне было двадцать два двадцать три это девяносто четвертом пятом году не было такая цель до сих пор я хочу сесть как за стол или наша семья друзья родственники и участвовать то есть когда вы сидите на празднике просто с друзьями там шутки есть как папка культуры то есть фильме мультики которые вы смотрели ну погоди не важно что то есть очень важно это все знать поэтому я специально изучал такой язык чтобы я участвовал в обществе я решил что если здесь буду если буду здесь жить это да я должен чувствовать себя как как дома откуда вы взяли первый капитал и окупает ли бизнес себя сейчас первый капитал естественно это будем были наши деньги мои деньги и всегда когда скажем лекции читаю спрашиваю студентов есть ли вы открываете бизнес какие деньги будет будет использовать у всех одинаково сначала то что у меня у себя у меня есть в кармане потом у кого у родителей у родственников потом дальше как бы уже не можешь уже или уже бизнес работает хорошо можно инвестиции или займ взять то есть у нас такой же бизнес или растет или умирает мы всегда у нас инвестиции переинвестиции и дальше развивается бизнес поэтому это естественный процесс если так просто считать да мы получили обратно эти деньги мы все равно вкладываем обратную компанию вы занимаетесь только в кофейне или есть какие-то другие виды бизнеса да у нас есть несколько компании здесь бичкеки в киргизской республике есть две компании кофейне и бичкеков и розыска ты обжаривать продается кофе но это как одна компания юридически две две компании в америке у нас есть компании маленькой мы отправляем технику то есть на экспорт еще моя жена недавно тоже начала заниматься дизайн интерьер знаете ли вы киргизский язык очень плохо выходит когда я слышу киргизский отвечаю к сожалению на узбекском потому что тут уже как в голове ну помогает узнаете лучше знаю жил там дольше чем здесь все равно знает если человек знает как турский да база точно хорошо помогать везде смогу понимать что происходит вокруг мне часто например захожу на кухне они переходят на киргизский думать что я ничего не понимаю потом отвечаю и понимаю что я тоже понимаю хочу о чем речь но считаю что это очень важно выучить язык для бизнеса важно сейчас русский язык но становится тоже важно киргизский язык хочу найти то же время чтобы занимался языком где вы любите отдыхать и ездили ли по кыргызстану мы очень любим разную виду виды отдыха недавно были в турции в италии встречали наши родственники там в кыргызстане часто кемпинг или предпочитаем старый советский пансионат на исакуле чем новые дорогие красивые может это ностальгия и не знаю где все так как раньше был тоже кемпинг с детьми с друзьями по горам часто ездили вот скоро уже тоже собираемся по норинскому области поехать посмотреть мы их а уже сусом мир сонку через прошлом году два года назад козлой остановились на киосу два года назад съездили то шабать через то 40 шу перевал то есть вот такие тут существует более как дикие активны где-то год или полтора года назад мы начали в сиере продавать вино тосканское вино и его очень приятно для нас начинают продавать хорошие продукции нас тоже французские но итальянские у нас тосканской и компании у нас пригласили прошлом году пригласила туда в тосканию вот нет клиенты с бишкеками все вместе поехали посмотрели на и производство и тоскане которые очень красивая кофе вино они как-то похожи на друг друга то есть каждый год урожай и приготовление есть хороший урожай виноград хорошие все равно надо все правильно делать то есть приготовление процесс производства очень очень важно так же как кофе каждый год кофе есть новый вкус а наша цель вы берете кофе капючино латы неважно просто такой кофе черный американу вы хотите каждый раз получить такой же вкус это очень тяжело делать когда это это уже продукции из земли есть разная погода условия меняется каждый год поэтому не очень интересно вино делают может это похоже на на кофе тоже очень и очень интересно что считаю что каждый клиент это это наш гость наши друзья строим хорошие отношения я тоже вижу что везде не только здесь везде предприниматель хозяин придумают продукцию и просто думать что эта продукция самый лучший и ничего не надо делать потом когда не покупаете его продукцию очень обиженный и бизнес не успешно бизнес это спрос и предложение если бишкеки спрос не будет для сьеры тогда сьеры не будет бишкек если у вас какие-то увлечения помимо занятием бизнеса я президент ротари клуб бишкека это клуб людей которые занимаются благотворительностью то есть мы собираем деньги и делаем большие проекты все местные и местные иностранцы и мы почти все местные иностранцы которые и поженились уже женаты на местных то есть мы здесь живем и у нас большие отличные проекты вот сейчас мы должны еще 34 коров подарить на проекте подари корову это для семьи у кого есть детей с ограниченными возможностями то есть уже 78 семьи получили коровы не в городе бишкеке они за куда поставить потери корову естественно это под подальше бедные люди которые получают хорошую большую корову и можно лучше жить то есть для нас это очень важно наш наша семья чтобы мы обратно даем мы очень много получаем от бишкека от сьеры мы хотим обратно то есть отдать я считаю что бизнес это не просто для себя бизнес это важнейшая часть общества то есть без бизнеса не будет бишкека и все бизнесмены должны заниматься общественными вопросами это не секрет вот наш старший сын у него синдрома аспергера который сейчас уже называется выше функциональный аутизм то есть он не сидит там в углу вот так он в школу ходит все но есть определенные проблемы но он помнить все он где-то в день и где-то ничего не понимаете ну что не секрет тоже что моя жена такая же она занимается дизайн она меню все то есть все что мы внедрили рецепт это ее рецепты если вы любите наши кухни это благодаря амали который придумала все это мы не знаем откуда она это видеть она видит дизайн она занимается этими вещами которые мы не понимаем я это не вижу не понимаю есть саша который работает у нас таша бате уже год и он первый как я понимаю первый человек со синдрома дауна который устроился на работе в киргизской республике для меня это может самый большой успех такие моменты деньги это деньги а ну дайте ему работы ему 25 по моему он мне говорил что первый раз в жизни он приносит домой деньги как набраться смелости и начать какой-то бизнес ведь это большой риск вы правильно говорите что-то что открыть бизнес это большой риски надо добыть очень смело и но тоже надо работать правильно считаю что очень многие просто не не делать то что необходимо не изучает рынок они просто копировать часто уже перестали часто первые три-четыре года мне сказали бред себе просто повезло чем хорошо женился или нет нет бизнес хорошо как будто бы это просто случайно но мы я же говорил в начале первый раз идеи появились девяносто четвертом году а мы открылись двенадцать восемнадцать лет язык навыки изучали рынок поняли что происходит в средней азии помню что как раз время чтобы открыть такое мы начали в восьмом году готовится к открытию открыть через четыре года это не случайно это не просто как на английском лак только как повезло то работа многие не понимают все это надо работать нужно спросить у наших сотрудников сколько мы работаем очень много очень много часов потом отдыхаем хорошо тоже важно спасибо большое вам за разговор было интересно было очень познавательно я думаю то что на серы такое заведение в котором был каждый пишки к чанин хоть раз ну и я в том числе очень люблю вашу кофей и буду приходить еще